Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Пандемия коронавируса продолжается, в Израиле продолжается увеличение заболеваний, несмотря на карантин, но, тем не менее, отменяются определенные ограничения и, так сказать, бизнесы начинают вздыхать потихонечку более свободно. Как надолго этого не знает никто, но, тем не менее, мэрия Тель-Авива, судя по всему, состоит из оптимистов во главе с оптимистом-мэром, потому что мэрия Тель-Авива анонсировала проведение традиционного марафона. О том, как будет проходить марафон в условиях пандемии, мировой причем пандемии, расскажет нам советник мэра Тель-Авива по связям с русскоязычной прессой Илана Михаэля. Илана, добрый день! Добрый день! Так какой марафон, когда тут, дай бог, больше пяти не скоплятся и так далее, и аэропорт закрыт? Я предполагала, что вы зададите мне этот вопрос, и у меня есть для вас ответ. Нет. Дело в том, что это будет необычный марафон, это будет виртуальный марафон, который будет проходить сразу в пяти странах. То есть зум-марафон. В США, в Англии, в Бразилии, в Италии. И участие в нем примут более 20 тысяч человек. Виртуально. Послушайте, но у меня просто вопрос. Я сразу вспоминаю знаменитую песню Владимира Семеновича Высоцкого. «Не страшны дурные вести. Начинаем бег на месте». То есть я себе представляю картинку, когда огромный экран, на нем сотня участников, которые стоят перед камерой и бегут на месте. А кто же победитель будет? Ну, я полагаю, что есть технология, которая позволит замерять результаты бегущих, потому что главным призом для победителей будет бесплатная поездка в Тель-Авив в следующем году. В надежде, что у нас будет настоящий марафон со всем вытекающим, и победитель получит возможность посетить наш город и поучаствовать в этом замечательном мероприятии, которое, несмотря на всю его значимость, вечно вызывает ворчание телевизцев и жителей города. Но я думаю, что сейчас в условиях пандемии все были бы рады, если бы этот марафон состоялся на самом деле, потому что это говорило бы нам о том, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Так все-таки, как он будет проходить? Я, конечно, понимаю, что это будет не бег на месте, а как это будет выглядеть? То есть каждый будет бежать по-своему, а кто-то будет засекать время вообще? Именно так. Каждый будет бежать со специальным устройством, и, соответственно, будет засекаться время. В каждой стране будет контроль или центр контроля, который будет наблюдать за происходящим и фиксировать время. А в Израиле тоже кто-то будет бежать, значит, и фиксировать? Совершенно верно. Совершенно верно. Так я так понимаю, что рядом должен бежать оператор и снимать это онлайн? Ну, в этом я сильно сомневаюсь. Но если вас интересует именно технология, которая мне на данный момент неизвестна, я готова вернуться в эту студию к вам еще раз, чтобы рассказать вам точно, как это будет происходить с технической точки зрения. Ну, я чисто из любопытства, сам я не побегу. Скажите, а кто участвует вообще в этом марафоне? Какие страны? В этом году в марафоне Samsung будут участвовать пять стран. Россия, США, Бразилия, Италия и Англия. Всего 20 тысяч человек. То есть 20 тысяч человек будет бежать сами по себе, и потом все это пришлют в Тель-Авив. И победитель получит... Совершенно верно. Это придет в некий центр, можно сказать, управления полетами. Ну, если можно так выразить. Ну, я недаром начал наш разговор с того, что мэрия Тель-Авива состоит из оптимистов. Но давайте немножечко все-таки о более, так сказать, грустном. Прошла информация о том, что мэрия Тель-Авива начала вакцинацию нелегалов, которые в большинстве своем живут в Тель-Авиве. То есть, прибывают они и прибывали в разные города, но в конце концов все почему-то скапливаются в Тель-Авиве. Так скажите, что происходит сейчас с нелегалами вообще в связи с этой эпидемией? Как-то про них забыли, раньше постоянно вспоминали, что есть какие-то там судебные процессы. Сейчас тишина полная, вспоминают только в связи с какими-то там преступлениями, какими-то беспорядками и так далее. Итак, вакцинация нелегалов. Что это? Это инициатива Тель-Авивского муниципалитета и больницы Ифилов. С сегодняшнего дня на улице Агалилья, на старой автобусной станции в Тель-Авиве, в центре мысела, началась вакцинация нелегалов или иностранных рабочих, назовите как хотите. Не-не-не, секундочку, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Иностранные рабочие, они как бы легальные, а те, которые нелегальные, они ни разу не рабочие, они нелегалы. А вот чем они занимаются, тоже второй вопрос. Так как же вы считаете, что эти нелегалы, так сказать, пойдут добровольно сдаваться вот в эти вот центры, где их будет ждать на эмиграционная полиция и подбил ручки выдворять в эти самые, в автозаки? Дорогой Александр, вы прекрасно знаете, что до сих пор, несмотря на все усилия Тель-Авивского муниципалитета, их никто никуда не выдворяет. И обращения на этот счет были и лично от мэра, и от различных департаментов, во все возможные министерства. Но, увы, нас никто не слышит, и нас оставляют каждый раз наедине решать проблемы этой комьюнити. А на данный момент, несмотря на то, что у нас нет статистики в связи с уровнем заболеваемости среди них, мы решили их вакцинировать совместно с больницей Ихилов. Теперь вакцинация абсолютно добровольная, бесплатная, при предъявлении иностранного паспорта или визы без присутствия миграционной службы. Подчеркиваю, эти люди получили всю информацию на всех возможных языках, на которых они могли бы говорить, как через соцсети, так и через объявления, через листовки, в любом виде. И мы надеемся, что они придут вакцинироваться. На данный момент есть 14 стойков вакцинации в этом центре, и он может обслужить около 600 человек в день. Илана, у меня, как говорил Остап Бендер, пошлый вопрос. А кто платит за эту всю замечательную инициативу? Вы знаете, у меня редко нет ответа на ваши вопросы. В данный момент я не могу сказать, но поскольку при риске, собственно говоря, вакцину приобретает государство, то я полагаю, что государство это оплачивает. Ведь вы же понимаете, что если мы сделаем вид, как здесь любят и привыкли все эти годы делать вид, что этой общины или этой группы людей здесь не существует, это будет очень плохо, потому что вполне возможно, что велика заболеваемость среди них. И поскольку у нас нет возможности это проверить, мы лучше их вакцинируем, правда? Ну, разумеется. Но вот я все-таки хочу понять, вот они как бы нелегалы, да? То есть, допустим, такой человек заболевает, вот у него нет же никакой медицинской страховки. То есть, как это происходит вообще? Они это ищутся все равно прины. Как? Вот так. Если они больны, если их приводят, даже скорую можно им вызвать, если они в тяжелом состоянии, и в итоге все это оплатит государство тем или иным способом. Да. Это то, что есть, Александр. Это, к сожалению, все это, вся эта история, как вам известно, тянется уже очень много лет. Ничего не делается для того, чтобы решить этот вопрос. И сейчас, когда у нас пандемия и масса других проблем, то, конечно, они ушли на последний план. И поэтому наша инициатива такова, какова она есть, и я надеюсь, что это будет способствовать снижению заболеваемости в городе. Нет, ну, конечно, тут двух мнений быть не может. Разумеется, нужно делать прививки всем, потому что они же живут как бы среди горожан. Странно только что... Они живут, они еще и работают. Они работают, они работают, и сейчас опять открывается система общественного питания, рестораны работают, take away, правда, но все равно. То есть они все там работают, и, конечно, это все ужасно страшно. Но вроде бы сейчас же мы как бы подружились, и у нас мирные договора с Эфиопией, у нас мирный договор с Суданом. То есть теперь как бы все пути открыты. То есть мы уже прямо ждем, не дождемся, что они начнут возвращаться на родину абсолютно свободно, абсолютно безопасно. Но никаких пока что новостей в Тель-Авиве не слышно на эту тему? У нас нет. И потом, как вы понимаете, это ведь уже вопрос государственным инстанциям, муниципалитет. Увы, не имеет к этому никакого отношения, мы не принимаем решения. Все, что мы можем сделать, это снизить уровень заболеваемости в городе вот таким путем. А все остальное мы очень хотим надеяться, что решит наше правительство. Минишнее или будущее. Спасибо, спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с советником мэра Тель-Авива Иланой Михаэлей. А мы продолжаем нашу программу «Тема дня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова